Вот так и живем в 21 веке. С тех пор, как информация о ситуации в Сибирской долине вышла за пределы поселка, воду туда начали подвозить. Шесть машин питьевой, три технической в сутки. Правда, на 700 домов, а не на 40. Жители уверяют, что на сайте мэрии допущена ошибка в количестве домов, которые переживают засушливое лето. Воду привозят, мы не отрицаем. Но носить-то ее нереально. То есть я, например, с тремя ребятишками сейчас дома одна. Я должна пойти с этими ведрами, мне их покормить, помыть, постираться и так далее. То есть нереально. До точки, там где стоит машина, у меня полкилометра. Сколько я могу за раз принести? Ну, пять литров. Жильцов возмущает и тот факт, что воду привозят из водоканала, а договор у них заключен с предприятием ВОДСНАП. И платят они регулярно именно туда. В один голос просят сменить ресурсовика, и в том же лице владельца Виталия Гурова, и отдать поселковые сети муниципалитету. Кто с Гурова-то это все, собственно говоря, будет взыскивать. То есть мы ему платим, наши деньги у него, и, получается, другие люди тоже сейчас работают на то, чтобы нам подвозили эту воду. Вопрос, почему он не готов отдать водонапорную скважину в муниципальную собственность, мы сегодня планировали задать Виталию Гурову лично. Встреча была назначена на половину третьего. Но, увидев нас в поселке на час раньше, Виталий от общения отказался. Письменно отвечу. А на три часа вы бы не письменно ответили? Ну, давайте трех часов дождемся. Слушайте, ну это же как бы не по-человечески совсем. Я же не живу в Сибирской долине. Я не даю разрешения на интервью, не даю разрешения на запись разговора. Житель Сибирской долины Евгений Гопоненко уверяет, что ему встреча была назначена на сегодня. Гуров, по словам Евгения, даже не дает ему разрешения на подключение к водопроводным сетям. Чтобы у меня был счет, куда я могу оплачивать, и все как положено. На чем мне дает ответ о том, что я продаю только это все непосредственно комплексом. Ему не надо, чтобы это было отдельно вода, отдельно свет, отдельно дороги, отдельно освещение, отдельно газ. Ему надо комплекс. Встреча все-таки состоялась. Гуров промчался на автомобиле мимо. Вы обещали же, что вы мне решите проблему с первыми журналистами. Договориться с Виталием по поводу проблемы обеспечения поселка водой не могут и власти города. По крайней мере, сегодня нам об этом сказали. Днем сюда приехал замглавы администрации Центрального района. Сегодня в муниципалитете по данной территории ни сетей, ни источника нет. Источник, где мы находимся, земля в частной собственности, у господина Гурова водонапорная башня и скважина в частной собственности у господина Гурова. Было предложено передать водозабор или продать. Они не хотят сети передать. Они не хотят. Это кто? Ну, кто? Застройщики, собственники, господин Гурова. Чтобы сейчас вода в поселке появилась и не в машинах, мэрия приобрела для скважины господина Гурова насос. И, как сказал Анатолий Панченко, глава Барнаула поручил проблему решать. Но для этого нужно искать новый участок, финансирование, строить новый водозабор, проектировать и прокладывать сети. Ну, или все-таки выкупить все уже существующее у владельца. Судя по всему, процесс может затянуться на годы, а ближайшие перспективы будут обсуждать завтра на собрании в присутствии жильцов. Да, они стараются решить, может быть, что-то изменят. Только в каком году? Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин.